Привет. У нас две части доклада. Сначала начнет Саша. У него будет очень эротично, как обычно. Весело. Потом моя часть, она не такая эротичная, но она про кубернетус. Давайте начнем. Привет. Коллеги рады вас очень видеть. Наша партнерская конференция всегда полна энергии, любви, доверия друг к другу. И вот хочу с этого начать. Ну вообще как бы тема докера, она чрезвычайно сложная. Но мы подадим информацию максимально просто. Потому что в жизни все сложное можно описать просто. Если вам что-то кажется сложным, вы неправильно поняли. В жизни все очень просто изъясняется. Простыми словами. И вот как бы задача нас, как технологов, инженеров, которым мы постоянно учимся, мы, разработчики, должны постоянно учить задачи, и сложного делать простой. У вас остается всегда хорошее настроение. Было сложно, стало простым. Я думаю, вот как после нашей презентации вы также будете относиться к докеру кубернетусу, как к чему-то такому естественному, как, не знаю, попить стакан водички, улыбнуться. Ну, поехали. Значит, понимая докер. Докер нельзя понять, читая мануал. Никак. Так. Мануал – это какой-то дикий маркетинговый изнасилование головного мозга. Страшное. Мы прочитали весь мануал. Не только этот мануал. Мы прочитали, попробовали, работали в песочнице, смотрели. Ну, в конце мануала примерно становится понятно, что вообще люди хотят сказать. Но всегда в конце есть вопрос. Как он работает, черт возьми? Непонятно, как он работает. И вот в итоге мы выкинули из мануала слово докер, слово контейнер, слово кластер, выкинули. И начали разбираться, погружаясь глубже-глубже в суть вообще этой методологии. Что же она дает разработчикам? Ну, естественно, вы понимаете, да? Пиво с рыбкой. Ну, как еще? Ну, нельзя же. Нельзя никак. Это же очень много букв. То есть надо, не знаю, во-первых, когда ты читаешь, болит голова. Когда много текста, болит голова. Когда картинки описываются текстами, документацией, болит очень сильно голова. И, к сожалению, нам пришлось перелопатить внутри компании всю эту информацию по докеру. А с администраторами, с разработчиками. И, как бы, ну, это беда, что в современных, часто описаниях продуктов много букв. Но в курсах по битрик, кстати, букв мало. Нам много картинок и много кода. И вот как бы наша документация, я считаю, лучше, чем документация по докеру. Вот, честно говорю, работаю документацией битрикса уже 15 лет. Значит, дальше. Жуть какая. Документация начинает сыпать адовыми терминами. Контейнер, DevOps. Господи, да запретите это слово уже. От слова, не знаю, Data Science, DevOps, Docker. Запретите это на все. Потому что это как сектантская терминология. Она уводит в сторону от программистов и от админов вообще суть этой системы. Кубернетес, вот это, не знаю, там. Я сейчас могу страшный термин, например, я могу рассказывать про Paxos и Raft, алгоритмы. И сейчас будут два страниц математических формул цитировать, чтобы на самом деле, а я буду говорить о том, как системы синхронизируются в распределенной системе недоверенной. Кластер, диплой. На самом деле, как бы такая религиозная терминология, но надо от нее избавляться. И самое страшное, что вот это вот, когда вы это все прочитаете, вы все равно ничего не поймете. Это самое, наверное, большое разочарование, читая документацию по Docker, что тебе рассказали какую-то сказку, тебе рассказали, что все хорошо, а ты пытаешься понять, да что ж чертовами суть, на пальцах прощупать, как это работает. Я не верю никогда, я всегда проверяю, как разработчик. А тут я не могу проверить, и получается сложно, сложно. Добавь еще, добавь про наше страдание. Антон, добавь что-нибудь или не добавишь? Поддержи пока боль, пока я не расскажу, что на самом деле Docker. На самом деле Docker, он сложный, но простой. Когда начинаешь читать эти слова, как сказал Саша, кажется, что мир сейчас рухнет, и тебе нужно пройти семь кругов ада, и вообще непонятно, как туда поступиться, но когда ты-то уже подступился, попробовал, ты понимаешь, блин, почему я не использовал это раньше, где я вообще был и как вообще я без этого жил. И все, вот это все объяснение, наверное, с Docker. Да, ну и плюс еще вот эти страшные истории, что DevOps, значит, я разработчик, я очень люблю программистов, но бывает так, что говорят сейчас DevOps, вот это безопасники в шоке, потому что DevOps фигачит программистов контейнера все, что можно, а они, простите слово, контейнер, а то есть улетают на деплой, и вообще какой-то кошмар, и вот получается, что нас называют разработчиков единорогами, которые, извините, делают вот эту радугу, и потом безопасники это все проверяют, и вот, то есть как бы тебя обманывают. Ну, на самом деле, вот можно объяснить, ну, и это еще один слайд такой, голова болит, ну, как вы понимаете, то есть это как бы да, это… на самом деле все проще. Значит, Docker объясняется следующим образом. Docker объясняется через… сейчас я вам расскажу. Через любовь. К сожалению, мы, как веб-разработчики, часто не читали, как работает Unix. Unix работает элементарно. Вот как, допустим, мама, да, или женщина любимая. Это, ну, можно сказать, это некое ядро, вот это как бы какой-то член семьи, да, и дальше Docker использует всего… в этом ядре всего две технологии. Namespaces и Groups. Namespaces используют для того, чтобы разделять там эти ресурсы между собой. Я расскажу, почему, как это делается. А C Groups используют там в том числе для того, чтобы разделять ресурсы внутри контейнера. Но, по сути, как бы нельзя вот… ну, как начинаешь читать про Docker? Там Namespaces, C Groups, Linux, да господи, да это все же на самом деле просто. И объяснять можно так. Значит, рождаются… объясняю. Значит, смотрите, все просто. Читая книги по Unix, хорошие книги Стивенса, есть программированные системы администрирования. Ну, короче, это надо потратить пару лет, чтобы понять, как работают процессы в Unix. На самом деле, операционная система рождает при старте… Она рождает всего один процесс, который выполняет код. Код выполняется в своем пространстве, ему кажется, что он один. Этот процесс называется в текущих системах, в шестой версии, если CentOS брать. Короче, называется Init1. Это процесс вот она его рождает, рождает. Дальше этот процесс начинает форкаться. Init-процесс форкает… Ну, в CentOS 6 это было через этот CD, значит, и через InitD. Он начинает форкать другие процессы. То есть он клонируется, память клонируется, а дальше там запускается какой-то код. То есть, по сути, операционная система создает всего один процесс. Вначале один, запомните, один рождает его. А дальше этот процесс, InitD, начинает запускать процессы. Apache, Nginx, базу данных и так далее и тому подобное. И получается, процессы, один рождает другого, второй рождает третьего. У них некая иерархия наследования. Но, по сути, надо обсуждать о системе именно так. И процесс всегда общается с операционной системой через корнел, через ядро. Мать, он всегда говорит ей, дай мне память, дай мне файловую систему, дай мне сокет для сети. То есть, по сути, он только через нее общается. И вот эту идею надо понять. Это ключевая идея докера, что процесс общается только с ядром, с корнелом, только с ним. И если корнел начнет его обманывать, то тогда мы можем сделать контейнеры. И в этом, наверное, самая фишка. Значит, как работает, как общается процесс с операционной системой? Он спрашивает, что у меня с сетью, TCP, UDP, сокеты. Она говорит, дай мне сокет, на тебе сокет, дай сокет, на сокет. Он видит только мир через нее. Дальше. Дай мне файл, открой файл, на, закрой файл. Файлы директории. Дальше память. Мы в хипе берем память, молок-фри, то есть это другие языки программирования, это частая схема. Мне нужна память, я не знаю заранее объем данных. Дальше. Вот вывод. И также это драйверы. Что через ядро делается? И интерпроцесс коммуникацион, они также общаются через мамочку, через корнел, процессы между собой. И также работает PHP. Но что происходит, вот суть докера. Суть докера в том, что корнел начинает обманывать один процесс и говорит, вот я нарисовал его, немножко цвет кожи понял. Он говорит, смотри, дорогой мой малыш, смотри, а на самом деле ты один, ты один и никого больше нет. И у тебя ID 1. То есть смотрите, когда мы говорили здесь, что как стартует докер, вот здесь вот видите, ядро рождает процесс ID 1. А потом нужно рождать все. И вот корнел начинает обманывать и говорит, у тебя ID 1, ты один в мире, ты вообще один. Ты PHP 1, ты NGIN X 1. И есть только я, твоя мамочка, корнел. И есть ядро, и есть только ты. А на самом деле процессов много. И ядро одно, это Linux все, а процессов много. Но этому процессу просто обманывают. Вот этот процесс называется контейнеризированный процесс. И он начинает видеть, он думает, что он один. И дальше он начинает клонироваться, и он думает, что он вообще один в системе. И он общается с корнелом, и получается вот эта вот штука слева, это докеризированный докер-контейнер, в котором один процесс может создавать другие. То есть спрашивают, а можно в докере поднимать операционную систему? Можно. В докере можно, обманывая его через ядро, говорить, что вот тебе init, и он начинает поднимать. Аплачен из XMySQL. А он может быть один. То есть получается у нас контейнер, это обман ядра, который создает видимость, и внутри можно поднимать прямо операционную систему разный. Прямо целые продукты можно поднимать разные. В итоге докер внутри процесса, который обманывает ядро, он начинает видеть, что он видит. Он видит не только, что он один, он видит, что сетевые интерфейсы у него свои, личные, ему принадлежащие. На самом деле, как мы понимаем, ядро ему об этом говорит. Он видит папки, он видит файловую систему совершенно свою, как бы уникальную. Он вызывает системный вызов в ядро и думает, что он один. Дальше он начинает видеть, а кто вместо меня, видит, что он только один, и какой-то может процесс появиться, который он фарканет. И у него появляется персональная файл система, в которой он может писать и читать. Как раз на этом образы докера закручены. В итоге получается вау. То есть вот что такое докер. Это обман. Обман, позволяющий процессу вам, как разработчику, видеть, что вы одни. Никаких виртуальных машин не поднимается, никаких образов не поднимается. Это просто некий обман. Но тут еще один момент, который надо понять. Когда процесс обманывается, для операционной системы, когда вы, допустим, админ, вы заходите в операционную систему, вы делаете ПС, вы увидите все ваши докеризированные процессы, вот этих ребят темненьких, вы их тоже увидите в списке, это будут обычные процессы. Но им кажется, что они одни. Если этот процесс ваш докеризированный запустит еще дерево процессов внутри себя, например, вы запустили Linux, он запустил еще, там Apache, то они будут думать, что они одни. А вы со стороны будете видеть, что эти процессы, они просто как процессы будут висеть. То есть как будто у вас в Unix запустилось еще пару десятков процессов. И этот момент нужно понять, что на самом деле, вот видите, сложно понять, как это один, да, ну что E1, он тоже, ну кажется, что это невозможно. Ну, на самом деле это нужно просто понять, что это одно, блин, и то же, это одно и то же. Процесс докер-контейнере, например, PHP или Apache, или Nginx, или MySQL, это то же самое, что процесс с другим ID-шником в этой же операционной системе. Просто процессу кажется, что он один, вот и все. Потому что мамочка Корнелла, ему так говорят, что ты один. Вот и весь принцип докеризации. В принципе, вы теперь поняли, что такое докер. Но это еще не все, это как бы, наверное, понятно. Но дальше, дальше еще гораздо интереснее становится. Мы заходим в докеризированный процесс, вот вверху, да, и мы говорим, привет, там, он говорит, что он один, он видит баш. А здесь, когда мы от рта заходим, мы видим, что это просто обычный процесс, который запущен внутри контейнера. Один и один, тут один и тот же процесс. Если мы запускаем в докер-контейнере, мы запускаем вот здесь вот вверху, мы запускаем несколько, видите, баш скриптов со слипами, они получают ID-шники 1, 51, 52, то в рутовой операционной системе видно, что они тоже висят, такие же самые процессы. Вот и все. Дальше, так как каждый процесс Корнеллому показывает свою файловую систему, мы можем подсовывать специальные файлы, которые нужны. Например, мы запускаем процесс ID.1, которому нужен только PHP и какие-то липси-библиотеки, и все, чисто PHP. То есть и все, и мы подсовываем образ PHP, там, три файлика, не знаю, 200 килобайт или мегабайт, у вас получается весь PHP. Например, дальше какому подсовываем процессу файлики питона. Вы понимаете, что не надо процесс подсуживать, вообще все подсовывать. Не надо, вы подсаживаете только процесс то, какие библиотеки ему нужны. Питону нужны какие библиотеки? Например, PHP третьей библиотеки, PHP седьмой четвертой, Java еще, питону третьему. И каждый докер-контейнер, каждый процесс, и каждый процесс докер-контейнер работает со своей файловой системой. А на самом деле эти файловые системы микроскопические, потому что Linux уже родил их. Им больше ничего не надо, их система создала, и дальше ему только нужно в файлик сходить, липси подключить, и дальше скриптик выполнить. И все. Получаются такие кастрированные файловые системы, маленькие. Но они маленькие, за счет этого их можно создавать огромное количество. Что и в принципе делается. Значит, разработчики создают докер-контейнеры вот эти вот. Они создают их с PHP сервисами, с Java сервисами, Node.js. Почему это важно? Потому что создавая такие контейнеры, вы разработчики начинаете креативить. Вы создаете приложения очень полезные для битрекса, для битрекса, которые решают задачи и на Java, и на Node.js, и на Python для нейронок, и на PHP разной конфигурации. И дальше просто админам говорите, смотри, я тебе даю не код какой-то в репозиторе, я тебе даю контейнер с библиотеками, минимальное количество, немножко файлов, которые работают, разных версий. И получается, что вот тут надо поменять полностью сознание. Если админ раньше настраивал один сервер, и там PHP какой-то версии жилу, и он вот так вот, короче, всех пускал туда, то теперь админ настраивает докер до демон, и туда фигачатся конфигурации тысяч вариантов разных. Это позволяет очень быстро выходить на рынок, потому что вы кодите, вас никто не останавливает. А не то, что… На самом деле админы сейчас говорили, они не любят докер, потому что докер заставляет… Они боятся, они не понимают, что происходит там вообще, они с ума сходят. На самом деле так и происходит, но это позволяет разработчикам быть креативными. И дальше безопасники просто смотрят контейнеры, и это все летит вперед. Вот как бы, я думаю, сама идеология. Ну, а докер сворум – это просто набор контейнеров, которые запускаются в кластере. И вам как разработчикам плевать вообще, как они запускаются. Там куча математики на самом деле. Вы говорите, вот этот вот процесс с PHP или с NGINX, запусти его в 10 экземплярах. И дальше у вас вообще пофиг штука. И дальше сворум кластер начинает работать, и у вас эта штука работает безотказно, мигрируются эти контейнеры между образами и так далее. То есть в этом суть. Это свобода разработчикам. Это реально креативная штука, позволяющая быстро решать бизнес-задачи. А админы, ну, как бы админам нашли место, а вы, ребята, готовьте. В принципе, наверное, как бы дивный новый мир Долорес получается. Ну, правда, это дивный новый мир, который основан на технологиях Linux. Докер сам по себе ничего не придумал особо. Он только придумал эту файл-систему для образа, выдапаковал это все и нагон написал. На самом деле это все было давно в Linux, но у них хватило мозгов это представить как продукты и объединить. И получается, свобода креатив разработчику, и админы теперь не будут говорить, версия PHP не такая, версия Java не такая, конфликт библиотек какой-то и так далее и тому подобное. Вот. Быстрый time-to-market. Разработчики используют новейшие технологии, безопасники. В общем, это круто. А дальше, как вы поняли, о чем на самом деле речь, я думаю, вы сейчас поняли, дальше начинается уже там куберненция и так далее. Поэтому DevOps — это сексуальная штука с докером. Ну, только с докером. Если без докеров будет выходить, это все будет страшно, это будет какая-то, не знаю, некромания какая-то. Поэтому DevOps с докером, вот именно это нужно понять. Я думаю, вы поняли. И дальше коллега мой продолжит, я буду комментировать. Ну, у Саши вообще такая эротичная часть. Я сначала, когда готовился, я думаю, блин, дайте-ка я про теорию расскажу. Потом с Сашей сели, посмотрели презентацию вот эту с детьми. Думаю, мне, наверное, все-таки надо эротично рассказывать. Вот. И продолжу тогда историю про докер немножко. Саша рассказал про то, как это на самом деле изнутри работает, да? А я немножко сейчас покажу, как оно вообще с точки зрения разработчика устроено. Ну, то есть что такое вообще докер, как его дальше… Ну, то есть есть докер, есть процессы, что-то сделали, запустили там, да? Ну, а с точки зрения внедрения, что вообще делать, как делать и с чего начать? Ну, и вообще докер, в принципе, это такой файлик, да? Просто создаем файлик в редакторе, называем его докер файл, ну, или там как-то еще. И все. И пишем инструкции. В принципе, Саша уже говорил, да, что документацию читать не надо. Но в этом случае на самом деле надо немножко почитать, совсем чуть-чуть, чтобы посмотреть вообще, какие инструкции в этом файле есть. Что можно, что нельзя, как можно и так далее. Ну, тут совершенно базовые инструкции. Это from, там поддерживается наследование. По сути, вы можете создавать кучу образов друг от друга, наследоваться таким образом, там, создавать dev окружение, да, на основе prod окружения, ну, какие-то такие вещи. Есть огромное количество готовых вот этих уже образов, на которых можно наследовать и просто добавить свои файлики какие-то туда. Да, да, абсолютно. Чтобы каждый раз не собирать их, потому что процесс сборки достаточно такой, по времени затратный, по ресурсам затратный, поэтому, в принципе, наследование решает. Основной такой тег — это run, да, команда, которая позволяет вам сделать всю суть, поставить библиотеки, установить там новый драйвер там и так далее. Эту файловую систему, которая ему ядро показывает, что это типа твоя файловая система. Да, все верно. И, соответственно, дальше, ну, переменные окружения, от них вообще никуда не деться. И, ну, тут опять базовые теги, entry point, по сути, скрипты или команды, которые запускаются при запуске контейнера. Соответственно, ну, как бы инструкция инструкциями, но есть какие-то нюансы, которые нужно соблюдать. Ну, они приходят, но лучше об этом знать сразу. Во-первых, не надо ничего придумывать, все уже давно придумано, если, ну, во-первых, есть уже готовые образы. То есть не надо там писать свой, создавать что-то для битрикса в том числе полно, для любого фреймворка, как угодно вообще. Заходим на Docker Hub, берем, используем там и так далее. Во-вторых, если пишите все-таки сами, то не делайте, не используйте run постоянно в Docker файле. Это накладно. Пишите просто через объединение, через амперсант. Потому что слои добавляются в этой виртуальной файл-системе, которую он видит, и за счет этого не рекомендуют это делать. Используйте всегда переменные окружения, которые нужны, да, потому что, ну, вам нужно понимать вообще, как оно будет дальше работать. Если вы зададите это явно, то это сильно упростит вашу жизнь. Если нужны файлы, добавляйте файлы, ну, логично. И не подключайте лишних волумов там, оно не надо. Ну, здесь совсем элементарные вещи. Я думаю, что большинству из вас это все знакомо. Собрать контейнер build, запустить контейнер run. Документацию, в принципе, всегда там минус-минус help. Посмотреть, какие там параметры используются. Но на всякий случай я решил об этом все-таки сказать. Ну, кидаем порты, которые нужны в вашем процессе PHP. Завязываемся в образе просто процесс PHP, три библиотеки, которые нужны. И все. Больше ничего нет вообще. Микросборка. И она работает с этой версией. Порты говорим, как ходить, и все, и клиенты ходят туда. А если в сворме, то просто это еще как бы на кластере работает. Ну, вы об этом уже не думаете. Ну, все просто, да, когда три контейнера, докер run, вперед, Nginx, PHP, MSQL запустили, все работает. Ну, а когда их 33, когда их 133, тут вопрос. Что с ними делать? Как их запускать? А как новый релиз делать? Старый надо погасить, новый надо запустить. Как-то трафик перенаправить. Ну, целая история, вообще геморрой жуткий. Непонятно, как с этим работать. Ну, и, соответственно, кубернетус, да, круто. И вообще, зачем он нужен, да, и что он дает? В принципе, не так много он и дает, но он облегчает жизнь очень сильно. Ну, повторяемость, неизменяемость, это понятно, да. Сами докер-контейнеры это обеспечивают в том числе. Прежде всего, это удобный API для деплоя. То есть вы берете любую CICD-систему, подключаете ее там GitLab, Atlassian, Stack, неважно. Можете свою, свои скрипты написать и сделать свой деплой. И, соответственно, еще одна фишка, которая позволяет, кубернет нам дает, это устойчивость к сбоям. Но это я еще остановлюсь на этом детальнее. Ну, кубик — это следующий шаг после X-Form. В докере свой внутренний кластер, управление кластерной системой, основанным на алгоритме Raft, называется Sform. Докер — это следующий шаг. То есть это как бы уровень уже, это уже Google писал, кубернетус. А Sform написал докер внутри себя. То есть можно для простоты сначала там, а потом дальше. Но при этом, да. Ну, вот как правильно сказал Google. Ну, и да, что мы вообще, как начать? То есть написали докер-файл, хотим использовать кубернетус. Ну, что делать? Самим настраивать. Наверное, долго, больно, много ресурсов потребуется и так далее. Ну, я считаю, что начать нужно все-таки взять с облака. Их достаточное количество. Сейчас можно почитать отзывы, что-то поиспользовать, посмотреть самим. Ну, из таких мировых это G-Cloud, Azure, Amazon, IBM. И если там какие-то вещи с данными нужно соблюсти, то в России тоже есть SelectL и Mail.ru. То есть выгружаем скрипик на PHP с двумя библиотеками, которые нужны. Например, в Amazon и Elastic Cloud Service. И дальше эта штука начинает жить своей жизнью на железе. Вы только говорите, что минус столько экземпляров и при нагрузке… Да, и только деньги платите, и все, и больше ничего не делаете. Никаких там вот этих вход администрирования, там всяких кронов и так далее. Все, что вот обычно есть в операционной системе. Там такого нет. У вас один файлик запущенный, я думаю, и все. И он работает. Ну и что вообще нужно для того, чтобы начать? Первое, что нужно сделать, самое главное, а надо ли вам это делать? Если у вас там сайт-визитка, не делайте никакой кубернетус. Сделайте три контейнера, запустите его рукой и радуйтесь жизни. Если у вас там действительно микросервисная архитектура, большие нагрузки, много там сервисов и так далее. Да, тут нужно подумать. И, соответственно, ну что нужно еще? Docker контейнеры мы определили. Нужно понять, как с ними работать. Понять желательно, как они работают изнутри. И, соответственно, уметь конфигурировать. Ну тут без JSON, знания YAML формата и понимания, что такое JSON, никуда. Ну и, естественно, взять какую-то определить CICD систему. Ну, на самом деле, выглядит, наверное, может быть страшно, как и Docker в начале. Но на самом деле страшно вот это. А Docker не страшно. Ой, кубернетус. Тут примерная схема, да, как оно вообще выглядит изнутри. И, по сути, есть два квадратика. Зеленый и желтый. Зеленый — это система управления, то есть это то API, etcd конфигурация, контроллеры и так далее, которые, в принципе, всем управляют. И рабочие нагрузки. То, где живут ваши сервисы. Соответственно, куб прокси знает о том, сколько у вас сервисов, когда они работают, когда они не работают. Если они выходят из строя, то куб прокси просто из балансировки один выводит и все распределяет на остальные. Добавляются новые, он переводит на них, старые гасит и так далее. Соответственно, еще внизу два блока, вы можете заметить, storage SQL, да, рекомендуется их не использовать как сервисы в кубернетусе. Чуть позже об этом тоже расскажу. Вот. Но в целом схема, хоть и много стрелочек, но не страшная. Вам нужно только токер-контейнер сделать, а дальше это все работает. Если вы будете использовать облако, да, вы не будете видеть этих штук, вы будете просто использовать и радоваться. И у вас всегда это все будет работать. А дальше админы позаботятся о том, что оно почему-то не работает. Ну, вряд ли оно не будет работать, потому что это классная синхронизация, там очень сложная, интересная математика. Ну, вот здесь хотел остановиться, да, что нужно положить кубернетус, а что нет. Конечно, нужно ваше приложение. Оно будет масштабироваться, оно будет в зависимости от настроек поддерживаться различные версии. И если вы хотите их размножить, да, то нужно использовать… Иногда их использовать в одном сервисе, да, Nginx+, PHP. Ну, то есть зависит от настроек. Мемкэш можно поставить туда и так далее. Но база, база, во-первых, всегда большая. Ну, там 200, 300 гигабайтов, десятки гигабайт. И надеяться на то, что она быстро отмасштабируется, это вообще, ну, такое не очень хорошее решение. Это первое, да. А во-вторых, таких прям встроенных средств для масштабирования, ну, пока, наверное, MySQL как минимум не поддерживает. Поэтому, ну, на мой взгляд, лучше развернуть ее где-то рядом и сделать репликацию и так далее. Вот. Мемкэш тоже не поддерживает из коробки возможность масштабирования. Поэтому, если вы хотите его автоматически масштабировать, то вам нужно подумать, а как вообще, если это кэш, то как набирать кэш на там 4-5 нодах и так далее. То есть будет риск, что у вас 4 раза один тот же кэш будет набираться. Ну, и крон, ну, наверное, тоже не стоит. И то, что я говорил, да, когда у вас есть несколько приложений, то Кубернетус позволяет выводить из балансировки те, которые упали. То есть, ну, основная вообще штука, которая, ну, самая классная вещь, которая позволяет вам не думать. Если контейнер упал, просто он выводится из балансировки, выключается, вы идете, смотрите логи, что с ними дальше делать, поднимать, не поднимать, где ошибка и так далее. А при обновлении контейнеров он последовательно идет и обновляет контейнеры. То это вся логика деплоя, аварийного отключения контейнера, она вся прописана. Ваша задача только делать образы маленькими и все. Ваша задача написать файл конфигурации и все. И создать докер-контейнеры по сути. Об этом, обо всем позаботится Кубернетус. Соответственно, что делать с файлами? Ну, с файлами тоже все проще. Их надо вынести, использовать какие-то облачные хранилища. Иногда то облако, где у вас Кубернетус предоставляет из коробки, там, да, какое-то свое, можете там на Амазоне взять, можете сами настроить. Не важно. Но суть в том, что, конечно, их нужно вынести. И важный момент вообще, как оно вообще работает. Когда вы запустили контейнер, стартанули, запустили, он у нас работает, работает, работает. Раз перестал работать, зафейлился. Что с ним дальше делать? Ну, опять здесь ничего не нужно делать. Вы настроили конфиг, в котором написано, его нужно запустить. Кубернетус идет, начинает его запускать. И будет запускать его пока до посинения. Ну, там можно настроить ограничения какие-то, да, но суть в том, что оно будет делать то, что вы скажете по конфигу. Можете сказать, упал, ничего страшного, выводи его, я потом посмотрю, сам разберусь. То есть здесь опять вам ничего не нужно заботиться. Писать такие вещи самостоятельно, это очень тяжело. В промышленности были случаи, в джумере Java, там, за кипер. Писали много лет, эта технология есть. А на самом, то есть вот эти кубернеты с форум и докер, они решили все эти проблемы, просто предоставив разработчикам готовый инструмент. В этом как бы основная фишка. Это в том, что это есть. Да, Вань? Видим, да. Еще час нам добавил, да? Ну и вообще, теперь давайте подведем итог. В принципе, вкратце пробежались, да, и определимся вообще, когда он нужен, когда не нужен, и когда можно использовать обычный докер. Когда мало контейнеров, как я уже сказал, когда небольшие нагрузки, то, ну, не нужно этого делать. Используйте инструменты по назначению, не используйте, потому что это модно, молодежно, там, еще что-то. Используйте, когда нужно. И иногда бывает так, что у вас, да, на проде, например, кубернетус, но вы разрабатываете там на локальной машине, и вам не нужно, опять же, там ничего разворачивать. Вы берете просто контейнер, запустили у себя, разработали его, и все. И дальше как бы запустили на стейдж, там уже там развернулось. То есть для деф-разработки оно вам не надо. Ну и используйте, когда, конечно, много контейнеров, когда сложная инфраструктура, когда высокие нагрузки, ну и когда много свободного времени. Ну, то есть никто не говорит, что это будет прям раз и все. Все равно, значит, как и любая другая технология, она требует вложений, она требует того, чтобы вы погрузились в нее, она требует поддержки, она требует команду и так далее. Все просто. Вопрос, вот здесь вопрос из зала нашему, наверное, техническому директору. Будет ли Bittrex VM на докер, Юрий Тушинский? После такого звездного докера. Хороший вопрос. Чего-нибудь скажешь? Нет? Пока не скажешь. Мы размышляем. Есть еще вопрос. Докер на Windows реально, Саша? Есть ли какие-то особенности? На самом деле докер поддерживается, запускается виртуальная машина, внутри которой ядро Linux. Докер – это ядро Linux. И внутри него уже все запускается. Поэтому на Windows запускается виртуальная машина, там запускается Linux, а там внутри докер. На Windows можно работать через вот такую схему. То есть реально? Ну это уже из коробки есть, да. У меня Windows, я там работаю с докерами. Еще один вопрос из зала, если хотите, если можем успеть. Ага, и будем завершить. Мне бы к вам пробраться как-нибудь. Спасибо. Спасибо. Ребята, спасибо за презентацию. В принципе, ну актуальная тема. Можно сразу по больному. Вы правильно нарисовали, что сторож отдельно, база отдельно. Ну это глубокая тема. Ну вот смотрите, у нас есть неизменность. Мы запаковали все в докер, все классно. У нас есть код, а у нас же есть еще база. А мы такие классные написали миграции. Как мы будем раскатывать на кластер вот эту всю историю? Не вижу больших проблем. Нет, если она просто не раскатится. Смотрите, в докере… Нет, в докере нет своей файловой системы. Есть файл-система для образа, но туда писать только читать рекомендуют. А писать нужно в монтированную папочку команды, системный вызов, mount, ядро. И он же через мамочку пишет туда, рядом в папку, которую видит админ. Вот смысл. Там ничего не тормозит. А почему не раскатится? Нет, ну смотрите, вот у меня кластер, да, 200 серверов. И я накатываю обновления. У меня есть миграция. База смотрит в одну точку. И что будет происходить с моим сайтом? То есть, ну я накатил миграции, что с другими образами? Ну вы накатили миграцию, она у вас обратно совместима. Если у вас все сломалось, вы как бы ничего… сайт не упал. Если вы добавляете колонки в базу, а в коде у вас код такой, что позволяет это делать… Нет, я понимаю. Мы каждый день… Более сложная история. Работает? Нет? Я думаю, есть тема для обсуждения на миссинг-поинте по… Ладно, спасибо. Спасибо большое. Будем завершать доклад. Следующий. Спасибо, Саша. Очень круто, ребята. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Вы в коридоре будете, да? Да. Хорошо. Спасибо.